Как мы знаем, по-моему, в пятницу должны были состояться выборы президента ФИФА. И господин Блаттер, он имеет все шансы быть переизбранным. И мы знаем то давление, которое было на него оказано с целью запретить проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Мы знаем его позицию, которая ничего общего не имеет с какими-то особыми отношениями ФИФА и России. Это его общая принципиальная позиция. Спорт и политика должны быть разделены. И более того, он считает, что спорт должен оказывать позитивное воздействие на политику и служить площадкой для диалога, для примирения, для поиска каких-то решений. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция. Что касается произведенных арестов, то выглядит это по меньшей мере очень странно. Ведь аресты произведены по запросу американской стороны. По обвинению в коррупции. Кого? Международных чиновников. Можно предположить, что кто-то из них чего-то нарушил, я не знаю этого. Но уже точно к этому США не имеют никакого отношения. Они, эти чиновники, не являются гражданами США. И если какое-то событие произошло, то оно произошло не на территории Соединенных Штатов, и США не имеют к этому никакого отношения. Это еще одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. И я уж точно, я в этом нисколько не сомневаюсь. Это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост президента ФИФА. Что является грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций. При этом прокурор Соединенных Штатов, как сообщают наши средства массовой информации, уже сказал о том, что эти члены исполкома ФИФА совершили преступление. Как будто прокурору неизвестно, что существует презумпция невиновности. Виновен человек или нет, это должно быть доказано в суде. И только после этого можно говорить. Даже допуская, что США имеют какие-то права на экстрадицию этих лиц. Дети действия совершены еще на территории третьего государства. Мы знаем позицию Соединенных Штатов по поводу бывшего сотрудника специальных служб, сотрудника Агентства по национальной безопасности, господина Сноудена. Который обнародовал практику незаконных действий Соединенных Штатов практически глобально на всей территории земного шара, в том числе подслушивание лидеров иностранных государств. Все это осуждают, в том числе в Европе. Но никто не хочет предоставлять ему право убежище и гарантировать его безопасность. Но никто не хочет ссориться со своими партнерами, со старшими партнерами. Но еще можно представить себе, господин Сноуден, хотя бы бывший сотрудник специальных служб. Гражданин США. А господин Ассанж здесь при чем? Который вынужден скрываться в посольстве иностранного государства уже несколько лет. Считаю, тоже он в местах лишения свободы находится. Его за что преследуют? За сексуальные преступления? В это же никто не верит. Вы тоже не верите, наверняка. Его преследуют за то, что он распространил информацию, которую получал от военнослужащих США по поводу действий армии США на Ближневостоке, в том числе и в Ираке. Почему я сейчас об этом вспомнил? К сожалению, наши американские партнеры используют такие методы для достижения своих корыстных целей. И делают это незаконно. Преследуют людей. Я не исключаю, что в отношении ФИФА такой же самый случай. Хотя я не знаю, чем там закончится, но то, что это происходит накануне выборов президента ФИФА, наводит именно на эту мысль. КОНЕЦ КОНЕЦ